Какой вопрос рассматривается под этим хадисом? Первый вопрос. Каково постановление откашливаться в намальник? Откашливаться, не просто откашливаться, так кашлять. Танах надо делать это так. Так делать для того, чтобы подать какой-то знак постороннему человеку, из которого он что-то понимает. Ясно или нет? Почему это? Потому что Абу Ханифа и его Мазхаб в этом вопросе, что любая Ишара, любое указание, от которого посторонний человек что-то конкретное понимает, это портит намаз у кого в Мазхабе Абу Ханифу. Поэтому эти вопросы рассматриваются. Говорит Заба Аш-Шафи, мнение имама Аш-Шафи, а также Ахмада в одном из реваяцев от него, а также имама Малика в одном из двух мнений от него. То, что если человек при откашливании произнес две буквы, то это подобно слову. Что значит подобно слову? То есть намаз становится недействительным. Но второе мнение в вопросе, которое принадлежит Абу Юсуфу, а также имама Ахмада в одном из реваяцев от него, также имама Малика в одном из мнений от него, выбрал это мнение шейху Алисаму Итаймия. То, что откашливание не делает намаз недействительным. Но при этом они назвали откашливание без нужды нежелательным. Сказали, это нежелательно так делать. Но если такое сделал, то намаз не становится недействительным и остается действительным. А почему? Потому что запретным намазе является что? Разговаривать. А откашливание вообще не называется словом. То есть разговором не называется в арабском языке откашливание. Потому что само по себе откашливание, а также откашливание вместе с какими-то другими признаками не указывает ни на какой смысл. Как понять? То есть да, может указывать на смысл, но при этом не называется словом. Так же, как если ты покажешь человеку рукой, садись или вставай, это не будет калям. Так или нет? Это не будет словом. Так же здесь. И человек при этом не называется разговаривающим. То есть никто же не говорит, что человек разговаривает, если он откашлялся. Так или нет? Но то, что он хочет тебе сказать, понимается из его откашливания посредством каких-то посторонних признаков. То есть, например, человек откашлялся, и ты видишь, что человек, около него ребенок, например, в опасной ситуации. То есть, посредством того, что ты видишь ребенка, который в опасной ситуации Ты понимаешь, что своим откашливанием он хочет тебе подать сигнал, что спаси ребенка Понятно ли? А если бы не было ребенка, то этого бы не понял Почему? Потому что само по себе откашливание не несет смысла Кроме как из-за посторонних указаний каких-то, которые есть рядом Понятно ли? Тогда только ты понимаешь, что хочет человек своим откашливанием Или ты стучишь в дверь, и человек откашливается То есть, ты понимаешь, что значит человек, наверное, намаз читает Понятно ли? То есть, он хочет тебе что-то сказать, что подожди Ясно или нет? Но в этих случаях что нужно делать, чтобы не было никакой проблемы? Нужно говорить Субханаллах Понятно ли? Субханаллах узаконено в любом случае Поэтому говори всегда Субханаллах и не попадешь в никакую проблему Но если все-таки ты подал какой-то другой признак, который не является словом Тогда, иншаллах, намаз действительный Дальше И это мнение является правильным И это мнение выбрал Шейх Мухбин, Атайз Шейх Ассади Атайз Шейх Ибн Усаймин Так, сколько время?